МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые большие проблемы, связанные с доступностью медицинской помощи, ощущают московские и фрунзенские районы. Поэтому уже в ближайшие месяцы первых пациентов примут детская поликлиника и филиал 7-й стоматологической клиники в микрорайоне Каменная горка, а также новый корпус 4-й больницы на улице Роза-Люксембург. Каждый, кто сталкивается с системой здоровья, хочет, чтобы медицинская помощь была качественной, своевременной и гуманной. Мы не даем отдачу прямую, как производство. То есть отдача, она косвенная через увеличение продолжительности жизни, через снижение показателей смертности. То есть он все равно остается в случае 9,1 промилле в городе. Снижение показателей смертности трудоспособным населением. Городская сфера здравоохранения идет в ногу со временем. Недавно установленный в онкодиспансере линейный ускоритель, к слову, пока единственный в СНГ, уже дал шанс десяткам пациентов с опухолью на новую здоровую жизнь. Подробности в материале Анастасии Винчон. Три, два, один, дыши. Дух. Выдал. Хорошо. Предельная точность и максимальный эффект – главные характеристики нового линейного ускорителя для проведения лучевой терапии. Этот аппарат последнего поколения появился в городском клиническом онкодиспансере около двух недель назад, но помог уже не одному десятку пациентов. Это новые шансы. Я надеюсь, что этот аппарат просто обезопасит сердце, легкие, и как бы сведет к минимуму риск побочных явлений. Сама процедура длится не более 10 минут, но готовятся к ней как минимум 3 дня. Квалифицированные врачи просчитывают все с точностью до миллиметра. Без учета не остается и индивидуальной особенности пациента. По словам экспертов, сейчас в мире насчитывается всего 20 аппаратов такого уровня. А вот в этой закрытой кожухом голове аппарата находится 160 вольфрамовых лепестков, которые позволяют построить точную модель опухоли, в результате, чтобы опухоль получила максимальное радиационное воздействие, и окружающие ткани практически пострадали в минимальном объеме. От локального к глобальному. После масштабной реконструкции в сентябре откроется 23-я городская поликлиника. Полностью обновленные кабинеты и оборудованные по последнему слову техники клиникодиагностические лаборатории порадуют более 33 тысяч человек, закрепленных за этой клиникой. Конечно, ждем. Мы уже не можем дождаться. Каждый день ходим, глядим, что там сделали. На очереди открытие нового терапевтического корпуса 4-й больницы в Московском районе. В здании расположится 5 отделений, в том числе эндоскопической и несколько кардиологических. А 8-й этаж отведут под учебные классы для студентов медицинских вузов. Хорошая больница, нравится. Нужен корпус. Больница и так хорошая. Я здесь лежала в 2003 году. Только за последние 5 лет в столице построили 70 объектов здравоохранения. А это новые больницы, поликлиники, амбулатории и подстанции скорой помощи. Сегодня двухмиллионному городу медицинскую помощь оказывают 110 поликлиник и больниц. А ведь с каждым годом в Минск на лечение все больше приезжает и иностранцев. Только с начала года к отечественным специалистам обратились около 19 тысяч зарубежных гостей. Анастасия Винчо, Илья Пучко и Алексей Яршевич. Телекомпания СТВ. Подготовка на 10 баллов в столице в разгаре сезон школьных базаров. 15 специализированных ярмарок уже работает, на очереди открытия еще 10. Продажу детской одежды, обуви и канцелярских товаров в максимальном ассортименте проводят более полусотни столичных магазинов. Подготовить ребенка к учебному году можно в специально оформленных уголках для первоклассников. Юных модников наверняка порадуют новые модели ранцев, разнообразие цветов и фасонов, одежды. Школьный шопинг в таком формате продлится в столице до 10 сентября. Насчитывается более 240 моделей для девочек, различных фасонов, цветовой гамме. То есть выбор огромен. Каждая школьница может себе по вкусу приобрести либо платье, либо пиджачок, кардиган, юбку. И тоже касается наших ребят. Если вы хотите приобрести полную экипировку для школы, то я советую идти вам в наши белорусские универмаги, где в одном месте вы сможете приобрести одежду, обувь, ранец, канцелярию. Формула-1 в троллейбусном парке. Водители общественного транспорта из Минска, Гродно, Гомеля, Могилева и Бобруйска встретились сегодня на ежегодном республиканском конкурсе профессионального мастерства. 49 опытных шоферов, среди них и три женщины. Соревнуются в знаниях дорожных правил, скоростном маневрировании на длинных и коротких моделях, а также демонстрируют навыки выполнения таких элементов, как парковка, заезд в бокс и змейка. Троллейбус, автобус, в принципе, одно и то же, но чуть-чуть по другому управлению. Мне кажется, на троллейбусе намного сложнее ездить. Все получается, то есть подъезд к остановке, чтобы пассажиры забрать. То есть плавно, аккуратно, то есть нигде, то есть даже где-то маневрирование, допустим. То есть это все, все это жизненно, все элементы, это все жизненно. Заключительный и самый зрелищный этап республиканских соревнований пройдет завтра. Водители будут состязаться на коротком рогатом общественном транспорте, в автоспринте на точность и скорость. Того, кто покажет высший пилотаж, ожидает повышения классности и премия. Полтора месяца назад участвовал у нас в городе, соревновались тоже на лучшего. Фактически те же самые элементы, единственное, у нас отсутствовала задняя змейка, поэтому было очень тяжело привыкнуть, научиться за короткий срок. В прошлом году мы заняли первое место среди областей, в этом году тоже планируем занять первое место. В личном зачете, конечно же, каждый старается обойти друг друга. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которой всегда рядом работала Елена Тиханович. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова